Несмешные новости про Microsoft уже входят в традицию наших понедельников. Если в двух словах, по итогам прошедшей недели Майков раскритиковал глава Epic Games за их решение о создании единой игровой сети. Совершенно внезапно Майки закрыли Lionhead Studios, чем поставили крест на Fable Legends и еще другие свои подразделения. Кстати, сотрудников этих студий тут же стали приглашать на работу, причем такие гиганты как Ubisoft и Square Enix. А Фил Спенсер продолжает вещать какую-то несуразицу про Xbox One и Windows 10. Всем привет! Меня зовут Николай Губанов и вы смотрите новости развлечений. Крупные игровые компании в этом году не едут на выставку E3. Сначала о своей неявке сообщили Electronic Arts и Activision, а на прошлой неделе к ним присоединились Wargaming и Disney Interactive. Компании отмечают, что на выставку ездить невыгодно, слишком дорого обходится место и слишком мало от этого толка. Лучше устраивать собственные показы. Трансляции с E3 для геймеров всегда были как финал какого-нибудь суперкубка для любителей футбола. И если так пойдет и дальше, то скоро это все окажется в прошлом. Прошедшая неделя принесла интересные слухи, многие из которых касаются новые консоли от Nintendo. Первый сообщает, что игра Beyond Good and Evil 2 выйдет в 2017 году эксклюзивно на Nintendo NX. Якобы Nintendo профинансировала разработку этого замороженного проекта. А Activision, опять же по слухам, договаривается с Nintendo о запуске на NX следующего выпуска Skylanders, новой части Call of Duty с подзаголовком Bloodlines и второй части Destiny. Еще один слух касается студии Platinum Games, которая якобы ведет разработку новой игры про Человека-паука, которая должна получить название First Avenger и выйти в 2017 году вместе с новым сольным фильмом про Паутина Голового. На канале Джеймса Рольфа появился трейлер второй игры про его главного персонажа Angry Video Game Nerd. Видимо, первая часть зашла неплохо и ребятки отважились на продолжение на все том же движке. Оно и неплохо, потому как первой игры было явно недостаточно. Во второй части появится карта уровней, которых, судя по всему, будет гораздо больше. Новые апгрейды, гигантские боссы, летающие таноки и еще куча всякого, цитирую, дерьма. Angry Video Game Nerd 2 Asimilation появится в Стиме 29 марта. Компания Blizzard официально назначила дату выхода Overwatch на 24 мая этого года. Если оформить предзаказ на игру до 29 апреля, вы получите ранний доступ к открытому бета-тесту. Правда, всего на два дня раньше, а именно 3 мая вместо 5. В цифровые консольные магазины игру еще не завезли. В сеть внезапно просочилось изображение мини-фигурок LEGO 16 серии. Ну, это тех, которые выйдут уже после диснеевских. А именно это изображение пакетика. На нем только 9 фигурок из 16. Но эта серия мне уже нравится больше предыдущей. Особенно девушка-киборг, ледяная королева, парни в костюмах банана и пингвина и, конечно же, младенец. Грудничок уже был. Вот, видимо, подрастает чувак. Проект «Визита Сента» по вселенной «Парк Юрского периода» набрал 10 тысяч голосов на сайте LEGO Ideas. Автор хорошо продумал конструкцию и дизайн набора. Но, к сожалению, у него как минимум две причины не появиться в продаже. Первая, конечно же, авторские права, а вторая – это большие размеры. Новый трейлер Марвеловской гражданской войны продолжает тему раскола Мстителей. И в первую очередь он порадовал новыми персонажами. Немножко показали Черную Пантеру, самую малость Человека-муравья и Кроусбонса, но самое главное, что мы увидели Человека-паука. Конечно же, все не так представляли его появление в Мстителях. Костюм больно напоминает то, что так хотелось забыть. А именно, костюм из самых первых комиксов про этого героя. И я все же надеюсь, что это только первое появление и некая отсылка, и позже костюм паука будет поинтереснее. А в остальном трейлер классный. Ждем фильма. Хот-Тойс сделали то, что другим оказалось не под силу. Их Бэтмен в бронированном костюме из нового фильма выглядит впечатляюще. Дело в том, что в этой фигурке они отказались от блеклого серого цвета и сделали костюм хромированным черным. Бэтмен, конечно, уже не выглядит таким суровым, зато на полке будет смотреться симпатично. Странно, что в Square Enix не решились менять дизайн персонажей этого фильма. И очередная фигурка от этой компании смотрится непривычно обыденно. Да, внешний вид Чудо-женщины они передали хорошо. Только мы привыкли видеть в серии Play Artsky оригинальные дизайны. Как, например, у Hot Toys в линейке Coase Baby. Такие фигурки, конечно, на любителя. На любителя аниме и маленьких котиков. Чудо-женщину хочется отвезти в детский сад. Аквамену снять накладную бороду, а Бэтмена с Суперменом развести за уши по разным углам. Сайдшоу, наконец, выкатило финальное изображение статуэтки Джокера, разделанной по образу Хита Леджера из фильма «Темный рыцарь». В ней круто абсолютно все. Лицо Джокера сделано очень выразительно и качественно покрашено. Особенно поражает четырехслойная тканевая одежда статуэтки. Все-таки умеют в сайдшоу сделать хорошо. Студия Нека показала фигурку Кратоса в своей линейке Ultimate. Выполнена она качественно и со вкусом. В ней много точек артикуляции и есть крутое сменное оружие. Есть даже две головы. Правда, лучше была бы одна, потому что этот оскал Кратоса не вызывает ничего, кроме улыбки. А сейчас интересные комиксы, которые вышли за прошедшую неделю. У DC на прошлой неделе вышли юбилейные 50-е номера Action Comics, Catwoman, Detective Comics, а также 30-й Batman Superman. А у Marvel, помимо уже привычных обновленных онгоингов, появились два новых – Infinity Entity и Mockingbird. А еще стартовал новый комикс по вселенной Дисней – Haunted Mansion. На этом на сегодня все. Пишите в комментариях, на чьей вы стране – на стране Капитана Америки или Тони Старка. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся через неделю. Пока. Минифигурки в наборе интересны, особенно учитывая новую Харли Квинн и первое появление Дэдшота в Лего-вселенной. Но начнем мы с Бэтмена. Такой Бэтмен нам в прошлом году уже попадался. Серая одежда, принц спереди, принц сзади.